Всем огромнейший привет! С вами Наталия. Я рада приветствовать вас на своем канале. Ну что, готовы посмотреть, какие у меня свершились покупки? Ну, это так грубо сказано, покупки. И какие у меня... Ко мне уже прилетели подарки новогодние. Давайте все будем смотреть и не будем откладывать в долгий ящик. Начну, конечно же, со своих покупок. Так, первым делом покажу вам вот эту вот машиночку. Я давно на нее смотрела. Ну, как-то все, не знаю. Вообще, для меня тема красных машинок с елками, с шарами новогодними. Это моя любовь. Я везде, где есть такое изображение, посуда, я не знаю, там тарелки, открытки. Я все это скупаю. И для меня это такой вот атрибут Нового года. Хотя у нас такое не встретишь, да? Это не свойственно нашим краям такое. Но люблю. Ничего не могу поделать. Люблю. Вот. И решила все-таки прикупить себе эту машинку. Здесь меня еще очень привлек бисер. Смотрите. Бисер здесь вот японский. Матсуна называется. Он, смотрите, какой. Видите, как более квадратичный какой-то. В общем, я решила попробовать. Это мой первый наборчик от Фрузелка. И здесь мне муж вот уже помог. Он мне срезал вот эти вот. Тут это серия городок. То есть можно составлять целую улочку. Но у меня это будет, скорее всего, просто подставочка. Вот так. Я сначала думала сделать елочную игрушку. Но потом решила, что буду ставить себе на полочку. Вот. И он мне все это опилил. И зашлифовал. Красотища неписуемая получается. Вот. Буду вышивать. Скорее всего, даже уже на новогодних праздниках, может, с собой буду где-то брать. И еще прикупился у меня вот такой вот набор. Ну, это не наборчик. Это остаток набора. Не скажу, что я буду вышивать конкретно вот эту кошечку с тыквой. Но здесь такие приличные остатки бисера. Там я уже все перелопатила. Вот. Но бисер мне нужен. У меня много есть хатюшек из хэллоуинской серии Милхилла. Поэтому лишним не будет. Там что-то стоило совсем 3 рубля, как я говорю. Вот. И теперь давайте же пройдемся по материалам. Как вы можете помнить, я собираюсь с 1 января начинать вышивать гею, богиню Земли. И вот как она выглядит. Это дизайн Беллы Филиппины. Это тоже моя любовь. Я вообще, я уже рассказывала, что я, в принципе, равнодушна, да, к миробилькам, к девушкам, королевам и всего прочего. Но вот она меня просто покорила. Это, ну, я не знаю, видимо, как-то отозвалась она в моей душе, что я ни минуты не сомневалась, что я буду ее вышивать. И я для нее собрала все, абсолютно все оригинальные материалы. Вот. Ну, я, наверное, показывать по отдельности не буду. Просто вот у меня вот такой вот конвертик есть. Спасибо моим маминым золотым рукам. И я вот здесь все собрала. Я сделаю отдельное видео про материалы. Я хочу сделать обзор, потому как там у меня еще один креник идет. Ну, такой же, 32,70, их нужно два по ключу. То есть у меня еще идет в пути он. Вот. И я обязательно все покажу, все расскажу. Но смотрите, какой пакет. Здесь и DMC нитки, и мелхил бисер, и ниточка Karen Water Lilies. Где-то она тоже здесь. Вот она, красота. Вот. Поэтому для меня это такие, ну, достаточно нехарактерные материалы. Во всяком случае, такая ниточка ручного крошения. Разный клейник. Очень красивый. Ну, я обязательно об этом поподробнее расскажу. Но покупка есть покупка, поэтому показываю ее вам в этом видео. И была у меня еще одна покупка. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Это была вот такая вот оригинальная схема от Dimensions. Graceful Swans. Это лебеди. Ну, я просто... Ну, это моя любовь. Очередная еще одна. Я хочу начинать вот в ближайшее время эту работу. Ну, для нашей спальни с мужем, мне кажется, вообще такая работа. Это вот парные волки. Я еще хочу поцелуй волков от Dimensions. И вот эту работу, это вот просто, ну, это... Не знаю, ода любви, верности, семье. Вот для меня вот в этой картине, да, хотя казалось бы, ну, просто два лебедя. Но для меня это какой-то такой вот подтекст имеет эта работа, что мне очень хочется ее начать. Для чего же вы скажете, ты купила оригинальную схему, да, если можно, в принципе, найти ее в интернете. Здесь фишка в том, что девочка продавала подбор в нитках Анкор по живой карте ниток. Поэтому я решила брать. Тоже стоило там что-то, она отдавала совсем, по-моему, за 40 гривен. Но грех было не взять. Поэтому у меня есть оригинальная схема. И есть подбор в нитках Анкор. Я их еще не перематывала. У меня еще несколько моточков тоже ко мне едут. Очень красивая цветовая гамма. Я вроде как посмотрела по метражу, должно всех моточков хватить по одному. Там буквально два оттенка идет, два моточка. И то, ну, не полных, но я покупала их по два. И для основы я взяла Белфаст. Вот такой, 32-го каунта. Вот его артикул. 35 на 50 взяла кусок. В принципе, я посчитала, должно хватить. Цвет, конечно же, вам не передает, но вот если лист положить, не, не передает цвет. Он такой серо-голубой, он очень красивый. Я думаю, что будет хорошо смотреться. Это, ну, можно сказать, единственное, что, как на мой взгляд, подошло для замены оригинальной Аиды Дименшинс. Вот, из покупок у меня все. Это то, что лично я себе купила. И давайте же приступим к подаркам. Итак, первым ко мне пришел подарок от Лизы. Там была целая гора всяких вкусностей. Ну и давайте же начнем рассматривать по очереди. И первым делом я вам хочу показать вот такую вот красивейшую жестяную коробочку. Она очень классная. Она была перевязана вот такой вот ленточкой, вот так, и бантом с такой елочкой красивой. В этой коробке были вкуснейшие пряники, печенье с шоколадной крошкой, которые Лиза сама пекла. И, конечно, Лиза, тут уже пусто, как ты можешь понять. А коробочку я, естественно, отвоевала. Это будет моя коробочка для моих зимних новогодних процессов. Спасибо тебе большое. В общем, все было очень вкусно, правда. Эти пряники разошлись самые первые. И мы их съели, ну, можно сказать, за один вечер. Траглодиты. Вот. Это то, что касается такого съедобного. Естественно, было еще, были подарки моим мальчикам. Я сладости им презентовала. В общем, буду показывать конкретно то, что касается рукоделия. Как, в принципе, по традиции. Так, я, наверное, сейчас вот так вытащу. Потому что много всего. Дальше был вот такой вот конверт от Лизы. Лиза, естественно, шила его сама здесь. Смотрите, какие красивущие птицы. Ну и, конечно же, да, мой любимый кардинал. Я обожаю этих птиц. Очень жаль, что они у нас не водятся. Мне кажется, я могла бы смотреть на них вечно. Правда. Я не знаю, почему, откуда у меня такая любовь. Но очень люблю. Вообще, я птичек люблю. Я люблю гнезда. Люблю вот такие сюжеты в вышивке. Смотрите, как на Астралисте сидит красивейшая птичка. Ну, в общем, вот такой вот шикарный конверт. Красивая такая вот у него кнопочка. Ну, естественно, конверт был не пустой. Здесь была шикарная открыточка. Ну, как, конечно же, да, с моим любимым новогодним символом. Машинка с подарками. Вот. И там было много еще всего. Сейчас я вам это все, наверное, так достану и покажу. Вот. Красивый, конечно. Здесь такой классный плотный карман. Очень здорово. Буду его обязательно пользовать тоже для всяких зимних процессов. Была еще вот такая вот коробочка. Классная игольничка. Здесь буду иголочки хранить. Нужная очень вещь. Вот буду брать с собой вышивку по гостям и буду брать с собой иголочки. Вот. Были вот такие вот колечки. Это, смотрите, может, кто не знает. Сейчас я покажу. Вот такой вот еще был органайзер, да, наверное, это можно назвать. Здесь вот два колечка для ниточек. Это какой-то взять бы, знаете, какой-то лонг-дог что ли, да, монохром какой-то, чтобы можно было пасом навесить одного цвета. Ну, или там двух. Вот такой вот был здесь фетр. Был. Есть. Он здесь есть. Такой фетр. В общем, такой вот небольшой органайзер. Очень компактный. Ну, и, конечно же, здесь тоже кардинал. И вот я что хотела показать. Это вот такие же колечки. Доставать не буду. Думаю, ничего такого здесь нету. Так, буду вот так складывать, наверное. Так, были еще иголочки. Вот эти РТО. Я очень люблю иглы. Мне очень они нравятся. У меня и швейных набор. Если я не ошибаюсь. По-моему, да. По-моему, от РТО. Иголки. И, в принципе, я вышиваю такими иголочками. А какой это у нас? Двадцать восьмые. Двадцать шестые. Вот иголочки. Спасибо, Лизе, большое. А это какая-то Мари Арден. Я такие еще не пробовала. Обязательно попробую. Двадцать шестой. Тоже двадцать шестой размер. Тоже обязательно попробую. И буду ими вышивать. Было еще здесь два наборчика. Ну, куда без красной машинки. Лиза мне прям подобрала. Во всех моих любимых цветах. И с моими любимыми символами. Это кардиналы. Положу поближе, чтобы его было видно. Вот. И, ну, конечно же, с красной машинкой. Тоже магнитная серия от Mill Hill. Может, вот кому артикул. Название нужно. Вот так вот выглядит здесь все. Здесь Трежерс сердечко. Очень красивый. Ну, вот как-то его там не видно совсем. Вот он пришивается. Классный вообще. Спасибо большое, Лизе. Я обязательно его вышью. И будет это у меня не магнит, а подвеска, как и мой домик. И вот такая вот шикарная птица. Снегирь. Девочки, я хотела себе такого. Если честно, видела я его, в принципе, да, не первый раз. Это не новинка. Если мне не изменяет память, то, по-моему, это не новинка. А может, я ошибаюсь. Ну, в общем, я к тому, что я на сайте видела у волшебной страны. И мне приходила рассылка в свое время. Ну, то есть, я видела этот набор. Но как-то, ну, не знаю, мне не хотелось его покупать. А потом на канале, по-моему, Мария Выбач, наша украинская вышивальщица, я увидела, он у нее был в процессе. И вот эти бусины меня просто покорили. Здесь настолько они красиво вот выглядят среди. И вот опять-таки, картинка, естественно, не передает всего. Всей той красоты, блеска, объема. И вот когда она показала вот эту вот часть вышитую, я просто пропала. Честно. Я решила, что мне обязательно нужна такая птичка. И вот теперь она у меня есть, представляете? Не зря говорят, мечтайте, да? Мысли материальны. Конечно, нужно что-то, может, еще делать для этого. Но, тем не менее, я помечтала. Вот тебе предновогоднее чудо. Помечтала, и у меня все случилось. Да, вот такой вот был наборчик. Дальше было два наборчика побольше. Ой, я тут так трясу стол. Конечно же, это был кардинал. Ну, куда без этого. Лиза решила мне вообще комплект по птичкам. Такой, знаете, годовой план по птичкам и по машинкам красным с елками выполнить. Вы потом поймете. Я дальше покажу там кое-что еще. Вот. Это у нас Лукас. Как бы тебе так показать? Вот он, Лукас. Птички. Я, кстати, Лизе тоже подарила птичку из-за ее виш-листа. Ну, а мне достался кардинал. Я единственное не совсем понимаю, вернее, понимаю, но это Билана 20-го каунта, да? То есть, если вышивать на 14-м, то птичка получится в два раза больше, что ли? Ну, грубо говоря, я так утрирую, конечно. И так она, да, 10 на 10. Я, знаете, чего задумалась об этом? Я бы хотела вышить ее на пластике. Ну, вот теперь не уверена. Надо бы посчитать там по схеме, да, и посчитать на пластике, какого же она будет размера. Мне бы хотелось. Я бы, может, даже прям с феточкой вот так вот вышила, и чтобы вот вешать на елку или где-то на ручку, или у себя здесь на полочках как-то ставить. Ну, я, конечно, подумаю об этом, но мне бы хотелось. Не знаю, получится, нет. Но если получится, вы обязательно об этом узнаете. И я так думаю, что уже в 2021 году. Ну и... Та-дам! Еще одна очередная красная машинка, новинка от Reolis. У меня тут так штатив прикручен, что мне не совсем удобно целиком показывать. Вот, Reolis, вышивка, крест, полукрест, сижок, смешанные цвета. Да, то есть, тут и бленды есть. Очень мне нравится эта машинка. Уже тоже не один раз вышивали. Я уже видела ее в Инстаграм много отшивов. Но я хочу заменить здесь основу. Хочу темную. Потому как, мне кажется, будет красиво выглядеть свет от фар. Здесь идет дымок. Вот на дальнем плане домик, да. Мне кажется, вот на темном фоне будет смотреться еще более так, как-то сияюще. Но это моя такая задумка. Не знаю, что мне взбредет в голову, когда я начну вышивать этот набор. Вот у него размер 33 на 25 навстречу празднику. Вот такие вот шикарные, красивенные нитки праздничные. Смотрите, нитки здесь, кстати, анкор. Я еще нитками анкор не вышивала. Хотя вот у меня уже будут лебеди, да, анкором. Мне Вика подарила на день рождения набор анкор. И вот здесь нитки тоже анкор. Так что я тут вся уже в анкоре. Это, знаете, у меня вселенная уже как бы вот прямо толкает меня. Ну попробуй уже ты, попробуй. У тебя уже столько всего, да. Кстати, я здесь вам нитки не показала. Тоже очень красивые. Очень, очень, очень красивые ниточки. Ну и основа такая интересная. Я на Белане еще не вышивала. Не знаю, как на ней вышивается. И мне тут кажется, что и как-то квадратики не особо... Ну не квадратные, а прямоугольные. Ну это может быть, мне кажется. Ну да ладно. Вот. Ну и на закуску... Ой, нет, хотя нет. Еще не все вам показала. Вот такую вот мне еще рамочку Лиза подарила. Хороший такой размер 13х18. Она такая под дерево. Очень мне она нравится. Такой, знаете, эко-стиль, наверное, или скандинавский стиль. Вот что-то такое, да, теплое дерево. Тоже обязательно хочу что-нибудь подобрать и вставить. Нет, пока рам это... Не подберу фотографию, вставлю. Но хотелось бы какую-то, под какую-то вышивку приспособить. И была еще вот такая вот наволочка. Я так понимаю, да, это H&M. У нас такого магазина в Украине, я не знаю, есть, да, или нет. Ну мне кажется, нет. Ну не буду голословной, я не в курсе. Вот. Вот такая вот наволочка. Смотрите, уже здесь со змеечкой. То есть вот она вся состоит из такой вот... Сейчас я вам поближе покажу. Вот какая-то такая, видите, основа. Ну прикольная. Можно будет что-то тоже с ней придумать. Ну а теперь точно на закуску показываю вам такой, знаете, гвоздь программы. Это вот такая вот шикарнейшая книга. Французская вышивка крестом от Вероник Аженер. Я думаю, она не нуждается, да, в каком-то дополнительном представлении. Я о ней мечтала. Я очень люблю сюжеты Вероник. И я уже некоторые даже вышивала. Где-то здесь я открывала. Была здесь превьюшка или что-то. Вот не помню. И смотрите, какие здесь классные сюжеты. Это просто вот. Вот этот я вышивала для свекрови. Он у нее висит. Я пинкип делала. И какой-то еще где-то я здесь листала. И был еще. Я думаю, вы тоже помните. Вы по инстаграму, если кто меня давно читает. Ну в общем, здесь море классных схем. И море можно разобрать просто на отдельные сюжеты. Смотрите, ведь правда не обязательно вышивать вот елки и деток. Можно отдельно деток, отдельно елки. То есть это, ну это еще больше дает полет фантазии. Мне нравится вот этот костюм Деда Мороза, Санта Клауса. Да, вот эти детки, наряжающие елку. Ну, я думаю, куча уже. Я думаю, много кто уже показывал эту книгу. Я больше чем уверена, что есть и обзоры на YouTube. Поэтому я долго останавливаться не буду. Я просто скажу Лизе огромное спасибо, что она так побаловала меня, мою семью. И я тебе очень, Лизок, благодарна. Спасибо большое. И давайте же перейдем к следующей куче. Нет, куча звучит как-то не очень. Давайте перейдем к следующей горе подарков. Итак, Вика побаловала меня просто королевским подарком. Но все потихонечку будем с вами сейчас рассматривать. Итак, с чего бы начать? Ну, давайте вот начнем с таких вот красивых катушек, бобинок, да, для намотки ниток. Ну, это же просто, да, вот произведение искусства. Казалось бы, без них тоже можно прожить. Но вот настолько они красивые. И намотаешь ниточки здесь будет, вот еще они добавят, да, какого-то такого, какую-то такую изюминку. Ну, это просто вот шикарно. Конечно, такие вещи приятно держать в руках, приятно ими пользоваться. И они как-то добавляют в процессу, да, еще больше какого-то шарма. И вот Вика мне подарила, продолжая тему катушек для ниток, подарила еще вот такие вот две с местом под вышивку. Смотрите, да, вот такой вот красивый сюжет. Ну, очень здорово. Классно, конечно. Они потом шиваются. А, две, это одна будет. Они просто сшиваются потом вместе. Вот так. И вот одна двухсторонняя, насколько я понимаю. Вот, чего я показываю там, если можно вот такую вот поближе. Смотрите, какая классная. Да, теперь у меня есть и такие вещи. Так. Ну, естественно, был чай, но я просто не могла не показать. Смотрите, какой красивой, да, упаковки. И вот прямо, ну, елочная игрушка. Тут банк. То есть, можно достать из коробки и повесить вот этот вот шарик. Ой. Можно достать из коробки, да, и повесить вот этот шарик себе на елку. Ну, очень красиво. Ой, класс. Без пяти двенадцать. Здорово. Конечно, делают, ну, классные, крутые вещи. Вообще, перед Новым годом, мне кажется, все делают, да, для того, чтобы мы покупали, чтобы глаз цеплялся. Но просто в магазин любо-дорого ходить, правда, были бы еще деньги, но я бы вот ходила каждый день и разглядывала, потому как я, бывает, пойду, думаю, ну, я видела эту коробку там, ну, какую-то с печеньем сейчас много, да, продают, жестяные коробки. Ну, вот, вроде бы, вчера ее не видела или видела, но она как-то не впечатлила, а сегодня уже все по-новой, да, чувства обостряются. Ну, это очень круто. Класс. В общем, будет у нас такой чай. Еще Вика мне подарила вот такой вот магнитный держатель, да. О, классненький такой, двухсторонний, супер вообще. Тоже такой симпатичный и лаконичный, да, такая классика. Буду обязательно пользоваться. И продолжая тему держателей, да, я покажу вам вот такую вот шикарную игольничку. Как раз заменит она сейчас мою вот эту, которой я пользуюсь. Вика, видишь, вот иконая вся, как кукла Буду. Я заменю вот на вот эту. Пока вот зима, зимние праздники. Да и вообще всю зиму будет у меня вот эта хорошенькая игольничка стоять. Сейчас я уберу. А к ней в комплект шел вот такой вот Нидлмайндер. Ой, тут такой сильный магнитный. Ну, в общем, зачем, да, я отлепляю, если и так видно. Смотрите, какой классный. Я обожаю мандарины. Для меня это, ну, без мандарин никакого Нового года, никакой зимы. Очень он классный, прямо, ой, ну, мандаринка. Хочется прямо вот съесть. Думаю, мандарин давно не было. У меня аж слюни потекли. Еще и пока болею, прям хочется. Ну, очень классный, да, скажите? Класс. Буду обязательно пользоваться. Даже, наверное, на деревню его прицеплю. Очень уж хочется мне его созерцать. Были у меня еще вот такие вот в подарок ниточки от Вики. Jewel Effects называется. Таких вот три классных оттенка. Зеленый вообще классный. Я знаю, что он мне понадобится на ангелочке от Lavender and Lace, который второй я в пару хочу. Никак не вышью, да, уже тоже сколько? Два года прошло. Вот такие вот классные оттенки. И, я так понимаю, ниточка ручного окрашивания. Сейчас мы ее достанем. Здесь вот с таким бантиком. Тоже очень симпатичный оттенок. Переход такой красивый, плавный. Теплый, желтый. Да, и вот видите, еще металлик. Вика, спасибо тебе огромное. Мне очень неудобно, что ты положила мне целую запечатанную катушку. Я думала, ну просто отмотаешь меня. Но Вика добрая душа, и она отдала мне целую катушку. Вика, я верну. Ну, не катушку, но чем-то тебе верну. Я отблагодарю. Скажите, я скажу. Да, я, по-моему, я уже рассказывала, да, во влоге, что у меня закончился металлик. И там оставалось мне в моей вот этой мадонне с младенцем там совсем чуточку вышить. Но закончился у меня металлик, и я не смогла этого сделать. И вот Вика мне прислала. Я сегодня же вечером сяду и закончу эту работу. Я обязательно вам покажу. Да, влог еще не выходил. Чего это я тут распинаюсь? Влог-то еще не вышел. Я как раз ждала, чтобы закончить и вам показать. Ну, будете наперед знать, что у меня вот такую вот красивущую бобинку подарила Вика. Нравится мне очень этот металлик. Я вот для себя его открыла несколько лет назад, и теперь я ему верна. Мне очень нравится. И работать с ним, в принципе, неплохо. И смотрится он классно. Ну, в общем, здорово. Спасибо, Вика, тебе огромное. Ну, и продолжая тему маленьких наборчиков от Милхилл, Вика меня порадовала вот таким. Девочки знают мою любовь к новогодним шарам, да, снежным этим. И красным машинкам с елками, ну и без елок тоже. И вот одна подарила мне машинку, а другая подарила мне вот такой вот снежный шар. Вот. Тут вот такой красивый шармик в виде елочки. Тоже обязательно вышью, и будет у меня подвесочка на елку. Будет где-то с домиком недалеко висеть. Так, давайте же пойдем дальше. Я тут просто потихоньку подтягиваю все, иначе у меня, ой, все на стол не помещается. Да, подарила мне Вика еще вот такой вот органайзер. Она прямо, ну, как чувствовала, я только думала, что мне, наверное, тоже пора запасаться органайзерами, потому как мне мои повторы негде хранить. Вот. И только вот опять-таки подумала, и вот я себе притянула такой классный органайзер. Он запечатан, я его еще не открывала. Там, смотрите, вон идет бобиночки идут в комплект. И бобинки мне тоже нужны, кстати. Ну, тут, наверное, картонные, но ничего, можно будет попользоваться. И вот такой вот еще пакет, смотрите, богачеств тканей, основ, да, равномерного переплетения мы сейчас с вами достанем и посмотрим. Вот так. Ну, оттенки, конечно, шикарные. Ну, плюс-минус вам сейчас, кстати, камера передает достаточно правдиво. Вот такой небольшой отрез, такой, ой, цвет, но у вас сильно яркий, прям фуксий, а здесь он более такой грязный, темнее и грязнее. Такой вот нежно-розовый, он тоже нежнее в жизни, чем на камере. Такой вот оранжевый, прям апельсин, смотрите, как красиво смотрится. Это два моих любимых сочетания. Вот, ну и два таких вот самых ходовых, это молочный и, по-моему, светлая тыква. Я уже на нем что-то вышивала, на светлой тыкве это укромерка. В общем, я люблю укромерку, кто не знает, я много на ней уже чего вышивала, поэтому я ей удовольна и я пользуюсь. Спасибо, Викусь, за пополнение моих запасов. Вика мне подарила еще очень нужное, всегда нужное. Это пластиковый лист, пластиковые конвы, прозрачный, надо мне тоже подзакупиться, будет еще, наверное, белый, надо будет накупить. И вот два листочка вот такого фетра, мне фетр тоже очень нужен. Я уже на машинке израсходовала такое что-то, знаете, фетр, который когда-то покупала, но он такого непонятного производства, тонкий, тянучий, а этот такой прям плотненький, класс. Вот, еще был у меня в подарке вот такой вот буклет. Тоже очень здоровский, тут овечки классные, но вообще классно, можно его разобрать тоже на мелкие детальки и где-то использовать. Вот, ну очень классные. Вообще такие буклетики, они очень милые и так тоже для вдохновения приятно иногда подержать в руках, там помечтать, подумать, куда можно их приспособить. Здесь с обратной стороны ничего нет. Ну и что можно было подарить кофеманке на игле, да? Вот такой вот наборчик, ну я про него знала, Вика мне купила его давно, просто мы же живем далеко друг от друга, поэтому приехал он ко мне только сейчас. И да, я знаю, я хочу еще тоже в пару, там кофейники, по-моему, здесь чашки, а там кофейники. Очень хочу и на кухню, я уже даже вижу их на своей будущей кухне, как это все будет смотреться и как, мне кажется, даже знаю уже, как оформить, но об этом еще рано говорить, но классно. Вику, спасибо тебе огромное. Здесь, по-моему, Аида, да, в комплекте. А, да, тут же можно перевернуть. Ну, я, скорее всего, буду брать белую равномерку. Вот. Ну и гвоздем программы. Я была не готова получить такой подарок. Я даже убрала его из своего виш-листа, потому как я подумала, ну, уже очень дорогой, хотя да, глупая. Казалось бы, мечтай по полной уж, по максимуму, но нет. Я решила, что нет, не буду, боюсь, дорого вообще. Ну, не буду вас томить. Смотрите, что мне подарила Вика. Ну, это же мечта, блин. Я, когда они только появились, этот, как-то я с красной машинкой, ну, не очень сказать, чтобы я прям там сильно его захотела, нет. Хотя, да, красная машинка мне очень нравится, но я думаю, это, в принципе, надо для мужа, да, вышивать. У мужа пока есть. В общем, я на тот момент как раз была в поиске сапожка для себя, но решила, что мне вот этот, ну, очень нравится. Это, ну, просто, много его уже кто отшивал, и будет отшивать. Мне кажется, это вот Dimensions выстрелил, да, за много лет, но вы посмотрите, какой шар. Ну, это просто вот мечта-мечта. И, правда, мечты должны сбываться. Девочки, мечтайте. Если мечтать по-крупному, как так же, как и о планах, стройте, потому что хорошую фразу сказали девочки на YouTube, я уже не у одного человека слышала, что если вы не планируете, то Вселенная начинает планировать за вас. А оно вам надо? Лучше спланировать. Пусть где-то что-то вы вычеркните, добавите что-то другое, но планировать, мечтать, думать об этом нужно. И, ну, это добавляет какого-то такого жизненного ресурса, во всяком случае, мне. И я поняла свою ошибку, больше я такую не допущу. Я буду мечтать, и мечтать по-крупному. Чего и вам желаю. Девочки, спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо моим девочкам, что они меня так побаловали и порадовали. Правда, девочки, я не устану благодарить YouTube, и Бога, и Вселенную, кого хотите, за встречу с вами. Микулечка, Лиза, я вас обнимаю. Всё, я пойду разгребать свои богатства, потому как такой бардак развелась. Сейчас тут с этими днями пока посылки у меня здесь. Всё валяется. Надо теперь, я ждала всё это в кучу сложила, ждала, пока видео я сниму. Теперь могу с спокойной совестью это всё разложить. Всё, на этом точно всё. Спасибо большое, что вы со мной. Я желаю вам мирного неба над головой. Побольше времени на наше любимое хобби. Берегите себя и своих близких. Не болейте, я вас очень прошу. И до новых встреч в моих новых видео. Всем пока-пока.